чтобы купить нам материал. Представляете, мы купили материал просто за такую смешную цену. И я еще раз захожу, смотрю, потому что это шикарные шторы. Льняные шторы и того цвета, которого нам нужно. Нету нигде ничего, вы понимаете? И вообще все настолько было круто. И Божье присутствие, люди плакали, очень вдохновляет. Я просто в который раз призываю вас всех участвовать в таких мероприятиях, потому что мы сами объединяемся. Мы как команда сплотились. И вот ребята влились настолько круто. И Альбина, и Рома, и Антоний так классно сыграл. Ну, в общем, что рассказывать? Вы сами все видели. Неподдельные эмоции. И было, правда, здорово. Эта евангелизация была сделана для того, чтобы люди поняли, что Коллида это не дядя Коллида. То, что Коллида в этот день родился Иисус Христос. Ну, не в этот день, может быть. Просто мы отмечаем в это время Рождество нашего Господа. И чтобы люди понимали, что это действительно великий праздник. Это тот человек, о котором... Я писала, кстати, пост, кто читал, может быть, в Фейсбуке. Это тот человек, о котором были пророчества за 600 лет до его рождения. Это тот человек, благодаря которому мы сейчас имеем культурный, просто огромный багаж. Это песни, это искусство, это архитектурные памятники. Вы посмотрите, самые классные, самые популярные, известные строения во всем мире, они посвящены именно этому человеку, это нашему Господу Иисусу Христу. Поэтому мы сделали это, и было страшно. Мне было страшно, так как я взяла на себя эту ответственность в роли администратора всего этого. Но я благодарю каждого, потому что в данной ситуации я научилась делегировать. И все справились просто на 100%, на 110%. Всем огромное спасибо. И хочу поздравить нашу церковь. Конечно, я так благодарна, что Бог прилепил именно к этой церкви, то, что я являюсь частью этого тела. Здесь, в Варне, в Болгарии, я благодарю Бога, то, что у меня такие благословенные пастыря, то, что они пастыря не только для меня, но и в нашей семье. И то, что это семья с большим опытом, я благодарю за те семинары, которые вы проводите для нас, как для семейных пар. То, что вы уделяете время каждому, я просто безумно благодарна. Спасибо, что вы поддерживаете наши иногда бредовые идеи, идете на них, церковь оплачивает это все, это здорово. Мы живая церковь. Вот, я хочу сказать, вернее, сделать объявление. В общем, поступило предложение из Израиля. Есть такое мессианское общение. Очень давно оно существует. ОРНУ называется. Я скину информацию. В общем, они каждый год организуют тур паломнический в Израиль. И с 23 по 30 марта стартует новый тур, где будут участвовать люди со всего мира приезжают. Это историки организовывают этот тур. Я только что сейчас прям позвонила, уточнила, кто эти люди. Люди знают историю. Люди, которые живут в Израиле, то есть это не приезжие люди. Это те люди, которые там родились и знают очень глубокую историю. Вот. Так вкратце пробегусь по самому туру. В общем, с 24-го стартует, но прилетаем с 23-го. И Назарет, Галилейское море. И купание там, и музеи. Музеи. Иерусалим. Времена царств. Времена Ишоа. Ну, в общем, на самом деле, вы сами знаете вообще, что есть что посмотреть. Поэтому я делаю объявление. Кто хочет, подходите ко мне. Это в марте, с 24 по 30 марта. Кто хочет, просто это было бы здорово, если бы большая часть нашей церкви, если бы мы собрались и все вместе сплоченно поехали в Израиль. Это очень круто. По деньгам все скину информацию в наш молитвенный чат. Если у кого-то есть вопросы, подходите ко мне, я отвечу. Вот. Вот такое объявление. Да, у пастора, кстати, будет день рождения, и мы справим это. Да, да, и мы справим день рождения нашего пастора. Но на самом деле это круто. Мы должны все побывать на священной земле, согласитесь. Так что вот. Еще раз поздравляю вас. Спасибо. Спасибо.